Ваш отец был атеистом, а вы — верующий. Были ли у вас на этой почве конфликты? Нет. Отец был очень осторожным человеком. И мама выцерковляла нас. И когда приходил священник, отец просто уходил из дома. Когда в ЦК его спросили, как вам священник ходит, отец сказал, вы понимаете, моя жена 10 лет меня старше. Она родилась в 1903 году. Когда умер Ленин, она уже была взрослой девушкой. Я не могу ее переделать, поэтому что мне делать? Вот она так воспитана. И это очень, так сказать, успокоило всех. Но это дало возможность нас выцерковлять с детства. Вы пытались, когда росли, а мужчины формировались довольно рано, учитывая, какие фильмы вы в 30 лет снимали, вести проповедь с отцом, проповедовать и обернуть его веру? Я никогда этого не делал, потому что он никогда не проповедовал атеизм своего. Я никогда. Он был, так сказать, осторожен, но он не... Слушайте, Юра, он спас на Афоне монастырь Пантелеймона. Этот монастырь, который... Это была гениальная история абсолютно. Он был первым, единственным советским человеком, героем соцтруда, который попал на Афон. Так. В Пантелеймонов монастырь его встретили там монахи. Их там было 17 человек. Они были... Греки ждали, пока они вымрут. Самому младшему было там 70 с чем-то лет. Они его накормили рыбой, дали вина, показали гениальную библиотеку и сказали, что если мы уйдем, вот это все достанется грекам. Если сюда придут молодые монахи... Русские. Русские. То это все пропадет, уйдет от нас. Отец вернулся, пошел к Брежневу. И стал ему говорить, вот монахи тот, чего, какие монахи, чего там, какой монастырь. Он говорит, там несметные сокровища. И тут же он дал команду в управление по борьбе с религией, туда отправили молодых монахов. И он спас тем самым, он спас Пантелеймонов монастырь. Он остался в юрисдикции Русской Православной Церкви.